Пистолет пулемет американского производства М3 Грисган Грисган от слова масленка Почему? Потому что он очень напоминал шприц для смазывания всяких там автомобильных принадлежностей Использовался стандартный пистолетный патрон 45-го калибра Пистолетный, довольно мощный Использовался в основном самоохотчиками, танкистами для стрельбы из, как называется, из тесных условий Ограниченных Как говорил один персонаж одного фильма, вот так открываем, он стреляет, вот так закрываем, он не стреляет У него очень интересная система взвода Как вы видите, да, взводной ручки нет нигде Почему? Для того, чтобы, опять же, при эвакуации она ни за что не цеплялась, не доставляла неудобств Взводится он пальчиком Как прямо это больно выглядит даже Вот как-то так Ну я не знаю, это надо постараться пальцы оторвать Не получается, например Боекомплект такой же стандартный, 30 патронов у него вроде Как у большинства пистолетов-пулеметов того времени Удвижной проволочный приклад максимально простой конструкции Жахнул по нему, он сложился, дернул за него, он разложился А вот этот вот что закрутил? А этот ствол сменять для обслуживания Ствол испортился, отстрелял свой ресурс Двигаем защелку Скручиваем, меняем новый, ставим на место, дальше стреляем А никаких деревянных деталей у него нет? Нет, все штамповка, максимально упрощенной конструкции Чтобы можно было штамповать и штамповать Вот кнопка выброса магазина Тоже довольно ужасная конструкция Все кондовая Не сломаешь Даже если захочешь А прицельных приспособлений у него сейчас существует? Тоже диоптер стандартный Вот диоптер, мушка Тут отверстие простейшим, да? А если она забивается грязью? В него можно подуть Ага, подуть Рекольно А сколько он весит? Килограмм 3 Ну вот по сравнению с немецкими, с советскими Больше не примуще Но у советских аналогов, допустим, ППС Если брать, да, прямой аналог Он довольно легкий, он легче этого Это легче ППС? Нет, наоборот, ППС самый легкий Этот потяжелее, МП-38, МП-40 Это кирпичи уже А у него класс другой Это складной пистолет-пулемет То есть максимально компактный ППШ не компактный пистолет-пулемет Это армейский пистолет-пулемет Ага А сколько он был надежен? Насколько его любили, не любили? Надежен он, понимаете, надежность любого оружия Обуславливается количеством деталей, которые в нем применяются Чем меньше деталей, тем оружие надежнее Соответственно, здесь деталей практически нет Это водопроводная труба со стволом В нем бегает затвор с пружиной Ну, что-то его здесь блокируют Переводчика огня здесь нет То есть он стреляет только в автоматическом режиме Тут ломаться нечем А отечки можно делать пальцами? Ну, конечно То есть, когда ты держишь на спусковой крючок Он стреляет Как только отпустил, он не стреляет То есть нельзя так просто нажать Он херок высадил весь магазин Так не бывает А после войны что с ним стало? Пошел дальше службу проходить И когда их сняли с вооружения? Более 30 назад Лет 30 назад сняли с вооружения? Да Очевидно Они ограничены применялись у танкистов, у самоходчика тоже Есть еще дом